Художник начал свой творческий путь с натурализма и к черному квадрату пришел не сразу. Идея его создания возревала под воздействием философских и религиозных течений, мировых и отечественных художественных традиций. К началу XX века антропоцентрическая картина мира пошатнулась. Человек перестал быть мерой всех вещей. Рационализм потеснили идеи о необъятности космоса, множественности миров, относительности пространства и времени. Все это активно переживалось творческой интеллигенцией и трепывало поиска новых художественных средств и образов. Малевич предложил свести все формы к нулю, а потом шагнуть за нулю. Так появился супрематизм. От латинского «Supremus» – «Наивысший», в основу которого легли беспредметности и главенства цвета. Художник позиционировал черный супрематический квадрат как своего рода икону. Даже на выставке полотно занимало так называемый «красный угол», где в русских домах традиционно вешали образа. По аналогии с тем, что при изображении святых главное значение придается их божественной сущности, а вовсе не эстетическим качествам, картина по удачному сопоставлению искусствоведа Ирины Константиновны Языковой становится антииконой, черной дырой, зияющей без тьмы. Сам Малевич называл черный супрематический квадрат концом искусства и высшим его воплощением. Центральная фигура нарисована художником совершенно произвольно. Все края приблизительно равно удалены от рамы. Ее положение в белом пространстве холста искусствоведы называют «неземной статикой». Субтитры создавал DimaTorzok